Привет друзья техноманы! В прошлом видео о сборке ПК мы собрали один из самых крутых бюджетных вариантов на сегодня по соотношению цена-качество для видеомонтажа в 4К, ну и немного для игр на базе Ryzen 5 2600. Там же я рассказал вам о лайфхаке, как можно сэкономить еще больше. Обрати внимание на Ryzen 5 1600 с Алиэкспресс, который стоил на тот момент 86 долларов. Там же я сказал, что и сам возьму его ради сюжета, чтобы показать, что с этого выйдет и вот так я и сделал. И сегодня мы соберем средний ПК для игр за самый доступный прайс. То есть лучшие за эти деньги на платформе АМ4 вряд ли есть в природе. И наконец-то перестанут покупать всякий старый хлам на старых платформах на Алиэкспресс. Самое интересное, что пока Pro сшел, цена упала и сейчас это примерно 80 долларов, что очень неплохо. Ссылки приложу в описании, смотрите. Также я сравню в тех же играх с прошлой сборкой на Ryzen 2 600. Кстати, с той же видеокарты, что и была в этой сборке, а именно народная RX 570 на 4 гигабайта. И здесь такой вариант, нам нужен ПК, который будет максимально дешевый на платформе АМ4. И при этом с хорошей производительностью. Я не стал далеко ходить, у меня есть парочка машинок. Один ПК для более сложных задач на базе Ryzen 2 700. И для работы попроще на базе Ryzen 5 2 400G со встроенной графикой, который сначала работал без видяхи, а потом я добавил RX 460, чтобы изредка можно было монтировать небольшие ролики в 4К, с чем он справлялся нормально. Вот его мы и прокачаем. Тут мать на базе чипсета B350, то есть мы можем разогнать проц и память. При этом мать бюджетная. Память 16 гигабайт от HyperX, блок питания на 550 ватт от AeroCool, и я уже предвещаю летящие помидоры. Внимание, я не предлагаю брать такой же. Но не взлюбили AeroCool в народе, потому спорить и советовать я не буду. Это мой личный ПК, который работает уже более полугода с этим блоком питания без вопросов. Но сегодняшнее железо, это наверное потолок для этого блока. Потому по возможности желательно брать что-то мощнее и дороже. Также материнку, если собираетесь в будущем апгрейдить, желательно брать подороже. Но я прекрасно понимаю, что все дело в бюджете. Кто на что гораст, как говорят. И я в описании накидал подобную сборку, ведь сейчас уже не 350 чипсет, а 450 лучше брать. Ну и так далее. Что же, Ryzen 5 2400G в разгоне на этом ПК выдавал 823 балла, как видим. И это реально хитовый и удачный проц. Но сейчас мы его быстренько заменим, как и карточку. Доставив и протерев проц, он встает как новый, так же как и кулер. Это кстати родной комплектный от Ryzen 7 2700, которого будет с головой хватать пятому 1600 в разгоне. Что же, 2400G пока отправим отдохнуть, а сами глянем, что же там пришло с Алиэкспресс. Распакую специально для вас на камеру. Надеюсь тут все окей с процем. Немножко ускоряю все это дело, а то вижу, что замотано тут на совесть. И вот такая красота у нас. Что сказать, на вид как новый, даже с наклеечкой. Ножки все идеальные и вообще следов использования я не вижу. Вполне возможно, что это и есть новый, просто где-то валялся на складах. Ладно, ставим и защелкиваем. Чуток термопасты, думаю, будет не лишним. Осталось поставить кулер и вот и все. Теперь карта. RX 570 на 4 гигабайта. Rock Strix от Asus. Она стоит в прошлой нашей сборке с Ryzen 2600. Пришлось достать ее для этого теста. Ставим карточку на ее место. Вот и все. В принципе все готово. Нужно все это запитать и попробовать включить. Как видите, все запустилось. Устанавливаем все необходимое и сразу же пробуем пару раз прогнать в Cinebench R15. Получаем 1124 балла. Стоковая частота 3,2 гигагерц. Потом в биосе я разгоняю проц и опытным путем останавливаюсь на частоте 3,8. И сразу же видим небольшой прирост. Давайте же теперь сравним с нашей прошлой сборкой. Там разгон совсем чуть больше, причем сама материнка так решила. 2600, конечно, было еще куда гнать, но вопрос в температурах. А тут уже вовсе, наверное, и не стоит. Мне не нужна работа на пределе впритык. По-хорошему 3700-3750 этой сборки хватило бы вполне. Ну что же, пришло время протестить игры, что и в прошлый раз на более дорогой сборке. Там проц покупался, кстати, с гарантией в боксовой версии. А это же бедный родственник из Китая, который обошелся нам на 43 доллара дешевле. И так как у нас сборка должна быть максимально приближена к народу, все игры мы будем ставить на обычный терабайтный жесткий диск на 7200 оборотов. А не на быстрый SSD M.2, как у многих тестировщиков. Вы, наверное, тоже это замечали. Но у нас бюджет ведь не резиновый. Так что поехали. Первая игра, Метро Исход. Выставляю высокие настройки, как и в прошлый раз. Буду стараться выбрать похожие локации. И в начале игры сразу вижу комфортный FPS и хорошую линию времени кадра. А теперь сравним с прошлой сборкой тут же. И что же мы видим? На улице в начале игры FPS 1 в 1. И видно, что упор идет именно в видеокарту. То же самое мы видим и в подземелье. В общем, видно, что поиграть на этой сборке в эту нелегкую игрульку получится на высоких или средних настройках запросто. Теперь следующая игра. Assassin's Creed Odyssey. Встроенный бенчмарк. Тут ситуация повторяется. 1600-й даже выдал на один кадр больше в среднем. Хотя я думаю, что это погрешность. То же самое будет происходить и в игре. Battlefield 5. Тут я выставил ультра настройки графики, так как Родионы дружат с этой игрой. И мы можем получать свои 60 плюс кадров в зависимости от локации в обоих случаях. Все очень похоже в случае с нашей RX 570. Ну и давайте выставим низкие настройки графики, чтобы у нас не было такого дикого упора в видеокарту. FPS сразу же полез вверх далеко за 100 кадров и нагрузка на проц доходит до 70%. Я думаю, в мультиплеере будет то, что нужно. Время запустить Ведьмака. Настройки запредельные, эффекты волос выключены. Вертикальная синхронизация выключена, но у меня какой-то глюк и выше 60 кадров не идет. Но 60 кадров есть, уже хорошо. Весь упор идет, конечно же, на видеокарту. Проц конкретно простаивает. И кстати, в динамике иногда случаются статтеры. У 2600 райзена картина подобная, но локации разные, отсюда немного разный FPS. Точно можно сказать одно. В этой игре и в этих конфигурациях проццы будут слегка прохлаждаться. Игра эксплуатирует именно видяшку по максимуму. Так что едем дальше. The Evil Within 2. Это игрушка не для слабонервных, которая мало того, что проц не эксплуатирует, но и видяшку тоже. Игра не новая, но так и не оптимизирована. На NVIDIA будет идти лучше. Тем не менее, тут все совершенно одинаково. Папа здесь! Нет, папа, ты не пришел. Далее несколько раз прошел бенчмарк намного лучше оптимизированной Far Cry 5. И получил 66 кадров в среднем. А это вполне играбельные значения. То же самое я сделал в Assassin's Creed Origins. Прошел несколько раз бенчмарк и результат в среднем такой. Стабильная производительность и 47 кадров в среднем. Ну что же, теперь попробуем в рабочих задачах и подведем итог. Видеомонтаж. Футажи 4К видео. В программе в основном без тормозов. Ролик на 9 минут 28 секунд. Перекодировался за 9 минут и 28 секунд. Это с 4К 100 Мбит в Full HD. При этом прогрев в среднем 72 градуса, что вполне комфортная температура. Ну что же, вы все видели сами. За 80 долларов сейчас можно купить универсальный проц. Чуток разогнать и чувствовать себя отлично во всех задачах. Понятно, что второе поколение, а тем более третье, будет уделывать его при прочих равных. Если например взять более мощную видяшку, в которую система в играх не будет упираться. Тут главное соблюсти баланс. И то, что к этому процу нужно брать минимум RX 570 и выше, это точно. И карточки гораздо мощнее он будет тоже способен нормально дополнить. И ответ, что взять прост. Если есть деньги, конечно третье поколение предпочтительнее. Или ждать пока упадет цена. А нет, так первое поколение успело подешеветь еще как. Так что вот он, красавчик за свой теперешний прайс. Ryzen 5 1600. Чем не вариант, если баджет не тянет гаджет? С вами был Андрей, канал Smart Plus. Подписывайтесь. До новых гаджетов и пока. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok